Оперативники задержали мужчину на железнодорожном вокзале. Внимание к проходившему мимо гражданину с большим пакетом в руках привлекла служебная собака, обученная для поиска наркотиков. Молодой человек утверждал, что в его сумке находятся аудиоколонки, которые поезда Москва-Сухуми ему передали знакомые. Вскрыв упаковку, оперативники действительно увидели аудиоаппаратуру, но когда при помощи отвертки отвинтили заднюю крышку одной из колонок, внутри показался полимерный пакет, плотно вклеенный внутрь двусторонним скотчем. В свертке обнаружили другой пакет со светлым порошкообразным веществом и резким запахом. Наркотическое средство было изъято, а следственно оперативная группа вместе с задержанным проследовала в его квартиру в Хостинском районе. В результате осмотра наркополицейские нашли полторы тысячи пустых и более сотни уже готовых к реализации пакетов со спайсом внутри, машину для запаивания пакетиков с дозами, а также весы. В кухонном шкафу оперативники обнаружили пластиковый таз, доверху наполненный веществом растительного происхождения. Молодой человек не стал отрицать, что это приготовленный к продаже спайс. Незаконный товар наркодилер готовил сам, обрабатывая лекарственные травы раствором с наркотическим средством. Затем фасовал дурман для дальнейшего сбыта путем так называемых закладок в Адлерском и Хостинском районах. В результате экспертизы было установлено, что данное вещество относится к типу, называемого сейчас в обеих ходе спайс. Из данного вещества концентрация его такова была, что из данного вещества можно было изготовить более 40 килограммов готового для сбыта наркотика.